Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артем. В этом видео я расскажу и покажу вам как найти тот или иной журнал Web of Science и буквально так с краю, скажем так, зацеплю подачу журнала. То есть я покажу вам ссылку, где подается журнал Web of Science. Но перед этим всем хочется сказать пару слов буквально о самой платформе Web of Science. На сегодняшний день она поддерживается мощной компанией ClearWide Analytics. которая до 2016 года была частью медиагиганта Thompson Reuters. То есть на экране вы видите сейчас этот сайт ClearWide Analytics, ссылка будет в описании под видео. Тут же в разделе продукты можно найти подтверждение тому, что сотрудничают они с Web of Science. Как бы здесь есть пару слов об этом всем. То есть кому будет интересно, пожалуйста, заходите, читайте. Что касается поиска журналов. Это происходит не здесь. То есть и найти, скажем так, этот каталог с журналами здесь вы тоже не сможете. Для этого вам нужно, чтобы найти этот каталог, вам нужно первое, вернее, вариант один. Ссылка в описании под видео будет на каталог. Вариант два это в гугле, там в поисковике в любом ввести. И в мастер журнал лист ClearWide Analytics. И вы попадете на вот такую вот страничку. Да, вот вы попадете на вот эту страничку. Что мы здесь видим? То есть первое, что бросается в глаза, да, это поиск журнала. То есть поиск осуществляется здесь по трем типам. Первое CCN, номер CCN, да, второе название журнала и третье какие-то ключевые слова в названии. Сейчас я вам продемонстрирую, как оно работает. Работает вот я ввожу ICCN. Прошу прощения, не выбрал ICCN. И вот нам выпадает как бы журнал по этому ICCN. Что мы тут видим? ICCN, собственно. Издатель этого журнала и его адрес. Также, если нажать Coverage, мы видим, в каком ядре он находится. Что касается ядер. У, как бы, воплоставлено всего четыре ядра, да, Core Collection. Первое ядро у нас идет в гуманитарной науке. Вот оно. Потом у нас идет, естественно, точной науки, социальной науки. И последний, не так давно добавленный SC, да. Как бы, вот четыре основных ядра, где содержатся все журналы Web of Science. Также здесь мы видим на главной странице, есть список журналов, кроме последнего SC. То есть здесь по любой, да, там, по любой отрасли мы скачиваем PDF-файл. И там идет список всех журналов, которые находятся в этом ядре. Также здесь у нас есть, мы видим, поиск по мастер-журналу. Листу еще один альтернативный. Потом процесс подачи журнала, да. Или вообще не журнала, а подачи чего-либо. То есть открывается ссылка на ClareWide Analytics. На неправильно, да, журналы, видите, подачи, субмит и журнал. И потом процесс отбора журналов. Также мы здесь видим ссылку субмит и журнал, собственно, о которой я говорил, которая интересует тоже многих редакторов журналов, как подать свой журнал Web of Science. Вот эта ссылка на этом сайте. При переходе по ссылке мы видим кратенькие требования Web of Science для приема журнала. И нажимаем ОК, попадаем на страницу формы, которую заполняем, да, отправляем им. И ждем, пока Web of Science с нами свяжется. Как бы, не туда вышел, кстати, видите, да, если нажимаешь на ClareWide Analytics, мы выпадаем на главных сайтах, а не на MasterJournal List. Так что с этим будьте аккуратны. Вот мы вернулись на главную страницу MasterJournal List. Посмотрим, что у нас есть дальше. Так, оценка журнала. Тут что мы видим? Опять-таки, подача журнала в Web of Science. И можно отследить статус оценки журнала. Тоже очень удобная функция. И потом есть Scope and Notes. Вернее, Scope and Notes. Что у нас здесь? Здесь у нас идет, получается, список всех, скажем так, дисциплин, что ли. Направление, грубо говоря, список всех направлений по вот этой вот базе. По этой ссылке. Тут вы можете, видите, да, идет название категории. Литература, допустим. И описание категории. Какие... Очень полезная, кстати, информация. То есть, это из ряда вопросов. Я там, не знаю, археолог. В каком журнале я могу опубликоваться? Вот, пожалуйста, заходите. Смотрите, где вы можете опубликоваться. Тут также остальные четыре, я смотрю, вернее, остальные три ядра указаны. Да, ну, в общем, интересно. Но, как бы, опять-таки, это для узкого круга, которым нужно будет найти определенную отрасль науки. Смотрим дальше, что у нас, что касается ядер. Перейдем, допустим, на естественные и точные науки. Здесь мы видим четыре ссылки. Первая идет, это поиск. Аналог тому, который на главной странице. Только поиск осуществляется только в пределах этой базы. То есть это более, скажем так, все три базы, которые гуманитарные, да, там, это естественные и точные науки и социальные науки, они, скажем так, более старые. То есть, соответственно, податься в журналы из этих категорий более сложнее, чем в те же, допустим, из вот этого вот нового ядра SC. То есть, это так, маленький лайфхак. Смотрим, возвращаемся дальше, да, сетч конкретно, если вы хотите уверены, да, что у вас там статья, вау, и хотите подать ее сюда, можно конкретно в пределах этой базы найти какой-то журнал. Потом вторая ссылка у нас идет, это показать весь лист журнала, вернее, все журналы на этой базе. Тут мы видим, что у нас есть алфавитный указатель. И, соответственно, список всех журналов, которые есть в этой базе на эту букву. Ну, в принципе, думаю, не стоит объяснять, как работает алфавитный указатель, да. Так, единственный минус этого всего, что тут всего по 10, как бы, журналов на страницу. То есть, относительно придется долго чего-либо искать. Но, ребята, продумали, сделали формат для печати, который идет без алфавитного указателя. Далее просто весь список журналов в этой базе, который в естественных точных науках есть. Дальше, как бы, все очень просто. Переходите в случайном порядке на какую-то страницу, ищите какую-либо базу, если она здесь, датам по поиску. И тут видим то же самое, что и в обычном поиске. Название журнала, ICCN его, издатель и его адрес. Также мы видим, в каких ядрах он находится. То есть, очень удобно, очень просто. Ничего военного нет. Вы заходите, пользуйтесь. Потом третья ссылка у нас идет. Вот это сабучек категории, да, тоже показывает по отраслям журналов. К примеру, чего у нас в этой базе. Посмотрим в ветку зоология. Нажимаем View Journal List. И открываются все журналы по тематике зоология в этой базе. Тоже очень удобный поиск по определенной тематике. То же самое есть кнопка Format for Print. Здесь всего одна страница. То есть, и вы здесь ищите журнал, который вам, допустим, необходим, чтобы проверить, есть ли он в базе данных. Либо же выбрать себе какой-нибудь, где вы хотите подать свою рукопись. И четвертая ссылка. А, прошу прощения, тут есть еще одна ссылка. Опять ViewScope Notes. Вот здесь отображается список, опять-таки, всех дисциплин, предметных областей, журналы которых входят в данную базу. То есть, иными словами, это индекс цитирования, скажем так. Теперь возвращаемся, в общем, назад. Чего мы тут видим? Последняя наша ссылка. Посмотреть изменения журнала. Ну, я никогда ним не пользовался. То есть, если кому-то что-то интересно, как у какого-то журнала что-то поменялось, то вам сюда. То есть, здесь мы видим, что вот, как бы, какие-то, даже бы, но я не знаю, что это такое, честно, опять-таки, не интересовался. Как бы, оно не нужно. То есть, самое главное нам, что это основной поиск журнала по ICCN, допустим, или по названию журнала. Но лучше всего искать, это моя вам рекомендация по ICCN. Ну, как бы, журнал, если он есть в ICCN, то все хорошо. Если по ICCN его здесь нет, то журнала нет в ICCN. Как бы, все просто. И, либо же, если вы хотите выбрать журнал для публикации своей рукописи, выбираете, там, какое-то ядро, ну, допустим, выберем, там, этот SC, который последний. Опять-таки, либо ищем здесь этот журнал, который нас, ну, если нас он интересует. Если мы подаем, хотим выбрать, вернее, журнал по своей тематике. Прошу прощения, не туда. Мы выбираем свою тематику в списке. Опять, зоологи, допустим, или биологи выберем. Где-нибудь тут. Б, 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 Биологи. И нажимаем ее журнал лист. То есть, у нас всего 15 журналов, которые в этом SC по биологии. Вот список перед вами. Опять-таки, 15 журналов можно пролистнуть. Вот так вот. Что касается, кстати, выбора страны. Смотрите. Опять-таки, очень простой лайфхак. Мы переходим в формат ForPrint, да. Где у нас открывается весь список наших журналов интересующих. И опять-таки, с помощью комбинации Ctrl-F, поиск по странице, мы вводим там страну, к примеру, в которой вы хотите опубликовать свою рукопись. Допустим, в Украине, да. Смотрим, у нас есть, здесь видим, да, две штуки их всего. То есть, один, это биологический вестник Мелитопольского педуниверситета. И второй, это украинский журнал, украинский журналов колледжа, Алтай. Ну, да. Как-то так, ну, Мелитопольский, короче. Этот. Вот и все, собственно. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы, комментарии. Как бы вдруг где-то, если вы нашли какие-то ошибки, или можете дополнить наш материал с удовольствием, дополним, используем это. Пожалуйста, пишите нам контактные данные. Есть на нашем сайте OpenScience.ua. Также комментарии пишите, будем отвечать. Всегда, пожалуйста. Спасибо вам. Всего доброго.